Итак, вот прошли сутки, чуть больше с момента того, как я покормил удаву. Покормил их 27 декабря вечером, а сегодня уже 29 вчерашний день. Он лежал практически неподвижно. Целый день я его не тревожил. И сегодня, в принципе, удаву уже можно взять на руки. Провел он это время практически все время в домике. Чуть-чуть выползал. Просто полежать там узле. На стенке примерно там же, где он сейчас находится. Сейчас попробуем взять удава на руки. Вот такой красавец. Скоро уже, я так предполагаю, будет линять. Для тебя очень спокойный. Довседа до последнего держится хвостом. Не спешит отцепляться. Вот такой красавец. Императорский удав. Мне нравится, как они медленно, не спеши, а ползают. У нас есть еще один удав. Примерно такого же размера, чуть побольше. Но в отличие от этого, он питается не крысами, а мышками. И в ближайшем будущем все-таки планируем приводить его на крыс. Там тоже, возможно, есть, возможно, будут, точнее, нюансы. Так как человеку, у которого мы покупаем мышь, мышей и крыс, у нее тоже есть удавы. Она говорит, что как бы мыши для удава вкуснее. И переходит он на крыс тяжелее, конечно. Мы это проверим. Сейчас осталось там у нас, наверное, мышей в районе пяти штучек. Да, кормим уже их. И будем переводить на крысы, запишем видео. Этого удава я начинал кормить один раз в неделю, потом один раз в шесть дней. Сейчас уже кормлю один раз в пять дней. Для него уже крыски, вот эти голые глыши, крыс, конечно, уже маловато. И я тоже сейчас, когда кормлю их, осталось их тоже штучек пять голышей, то буду переводить ее уже на крыс чуть побольше, побольше размера.